ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте начнем. Спасибо. Меня зовут Чекрин Дмитрий Евгеньевич. Я являюсь директором бывшего факультета ВМК Вычислительной математики и гибернетики, сейчас Институт Вычислительной математики и информационных технологий. Я, мой основной коллектив инженеров, специализируется на разработке комплексов, содержащих в себе элементы искусственного интеллекта и различных систем специальной робототехники. Собственно говоря, у нас сегодня получается одна пара. Это одна лекция, она будет состоять из двух частей. Первая будет посвящена искусственному интеллекту, вторая — беспилотной технике во всех ее проявлениях. Вообще, оба термина сейчас, и искусственный интеллект, и беспилотная техника, но второй чуть позже, являются очень распространенными как в средствах массовой информации, так и в наших беседах, в любых публикациях, пресс-релизах компаний. Практически каждая вторая-третья компания говорит, что она выпускает сейчас решения с элементами искусственного интеллекта, на базе искусственного интеллекта, обладающие искусственным интеллектом. Давайте попытаемся разобраться, что же это такое. Вообще, существует ли искусственный интеллект как сущность на текущий момент, и какие его перспективы. Первоначально необходимо провести квалификацию понятий. Дело в том, что все, что мы слышим о ИИ, оно делится на две части. То, что касается реально используемых технологий, реальные технологии, которые мы можем видеть везде, начиная от стиральных машин, заканчивая автомобилями. А вторая часть – это то, что касается так называемого истинного ИИ. То, что касается истинного ИИ. Вот к реальным технологиям, которые используются сейчас. Закрывайте дверь, пожалуйста. Спасибо. Относится искусственный интеллект в узком смысле. И искусственный интеллект в узком смысле – это такая система программная, программно-аппаратная, то есть которая работает на каком-то железе, которая умеет выполнять какую-то задачу приблизительно так же хорошо, как человек. Какую-то единичную задачу. Ну, например, это автопилот в беспилотном автомобиле или нейросеть, которая рисует картины, или система управления турбинами гидростанций. Все, что угодно. То есть абсолютно любая совокупность алгоритмов, программ, железа, которые могут делать что-то не хуже, чем это делает человек, может называться искусственным интеллектом в узком смысле. Очевидно, этому определению не соответствуют такие понятия, как сознание, мышление и все остальное. Например, вполне себе искусственным интеллектом в узком смысле можно назвать, например, допустим, паровоз. Потому что паровоз умеет доставлять грузы приблизительно так же хорошо, как это делает человек, даже как это делает много людей. Разумным от этого паровоз не становится. Искусственный интеллект в широком смысле. Это уже более интересная вещь. Искусственный интеллект в широком смысле — это какая-то система, какая-то сущность, опять же, совокупность железа, программное обеспечение. Железо — это электроника, механика, ну то есть все то, что можно пощупать руками. И в широком смысле это такая система, которая умеет эволюционировать в процессе выполнения поставленной задачи. То есть, например, если тот же беспилотный автомобиль умеет учиться при проезде города, как ему лучше себя вести на дороге. Или, например, если система контроля правописания или, например, распознания рукописного шрифта все лучше и лучше учится распознавать рукописный текст, при этом изменяя себя, то это уже искусственный интеллект в широком смысле. Проблема в том, что под определение искусственного интеллекта в широком смысле подходят любые живые организмы, например, любые бактерии. То есть любая бактерия способна эволюционировать, изменяться для выполнения поставленной задачи, например, поглощения пищи. Бактерия себя тоже не осознает. Никакой опасности в ней тоже нет, если это не б bildотворные бактерии, естественно. И в широком смысле это тоже определение, ну, фактически. не очень опасные для нас на самом деле необходимо сказать то что есть очень интересные класса алгоритмов и программное обеспечение мы же боимся искусственного интеллекта прежде всего как софта как программ которые могут что-то сделать да там такое плохое вот обрести самосознание и начать что называется убивать всех людей так вот первый тип программного обеспечения которым можно назвать искусственным интеллектом широком смысле является очень специфический подвид программ это программы вирусы причем так называемые вирусы полиморфы вот на текущий момент те вирусы которые мы наблюдаем на компьютерах они все чрезвычайно примитивны расцвет вирусов он приходился по разу совершенно различным причинам на середину конец 90-х годов вирусы полиморфы это такие программы которые свое тело в свое тело программы объединяли куски кода которые не встречали на компьютере жертвы и уже через несколько поколений становились совершенно неузнаваемыми могли сделать с компьютером все что угодно вот на самом деле вирусы полиморфы скажем так на вершине своего создания обладали вполне себе несколькими признаками действительно полноценного искусственного интеллекта но сейчас они практически не распространены есть также такое понятие как система с элементами искусственного интеллекта системы с элементами искусственного у нас система с элементами искусственного интеллекта говорят нам создатели карт дубльгиз класса элементы искусственного интеллекта означает что в данной системе применен хоть хотя бы один из алгоритмов которые относятся класса алгоритмов и классу алгоритмов и например относятся любые алгоритмы то есть принятие правила принятия решения которые могут различить один объект от другого коробку с мелом от тряпки цифру 1 а цифру 2 2 бутылки от одной бутылки это простейшие алгоритмы которые в принципе есть программирование но их всех можно назвать алгоритмами поэтому когда говорит что каком-то программного обеспечения есть элементы искусственного интеллекта не значит ничего и наконец что после что большинство на текущий момент практически полностью отождествляет с искусственным интеллектом это так называемая нейросети ну собственно говоря если мы спросим 10 человек на улице что вам приходит в голову прежде всего когда вы слышите слово сочетание искусственный интеллект скажешь нейросети он не будет такой нейросети он не будет знаешь такой искусственный интеллект на 9 из 10 так скажут ну из плюсов и все вынуждены будете меня досушить теперь нейросети это великий бич и великое достоинство вообще современной цивилизации нейросети сделали то что мы называем искусственным интеллектом возможность автоматически узнавать объекты возможность принимать автоматически какие-то решения управлять какими-то установками доступными для абсолютно любых областей нейросеть это очень удобный аппарат механизм который могут освоить кто угодно от биолога который решает задачи определения формы инфузории генетика которая осуществляет секвенирование генома программиста который автоматически определяет структуру базу данных инженера который строит автопилот беспилотной техники не знаю как устроена не машина не как вообще надо ориентироваться на дороге нейросеть это механизм это механизм это что называется вот ну такое коробочное решение которое нужно включить подать ему на вход какие-то абсолютно идентичные ситуации схожие да и это нейросеть научится эти ситуации друг между другом различать например нейросеть в беспилотной технике это что-то чему можно на вход подать 10000 дорожных знаков и когда ему дадут 10000 1 он скажет какому из классов дорожных знаков он относится дело в том что нейросети не являются далеко не является самым эффективным способом вообще формирование чего-то что похоже на наше мышление есть значительно более эффективные гибкие механизмы например есть механизмы которые то есть нейросети они плюс минус повторяют но на самом деле скорее минус чем плюс то что происходит у нас мозгу когда у нас происходит какие-то процесс обучения чему-то новому но например мы до этого рассматривали и в широком смысле да вам придется как минимум пролезть через эту одежду мы до этого рассматривали и в широком смысле и видели то что и в широком смысле соответствует контролируем процессу эволюции вот процесс эволюции например да и ведь именно он привел вообще в принципе к появлению человеческого мозга без процесса эволюции его бы не было так вот сам процесс эволюцию сам по себе называется генетическим алгоритмом например второе машины они вот на текущий момент большинство машин которые сейчас есть имею ввиду не автомобиля а прежде всего вычислительную технику они не способны гибким суждениям их суждения всегда счетны в крайнем случае либо один либо ноль либо есть коробка смеем либо ее нет либо разряжен телефон либо он не разряжен в крайнем случае заря заряд текущих процентов суждение человека и вероятно других мыслящих существ мы других просто пока не встречали они являются несчетными то есть мы видим окружающий мир в обертонах и наше решение они в один момент времени означает одно в другой совершенно другое на самом деле самый классический пример этого который чрезвычайно четко приведен в литературе в общественном дискурсе это знаменитая фраза если женщина сказала вам нет это означает да вот то что позволяет машинам работать с гибкими суждениями с оттенками серого называется нечеткой логикой и нечеткими множествами проблема на самом деле только одна для того чтобы работать с генетическим алгоритмами с нечеткими множествами нужно как минимум хорошо знать математику как максимум хорошо уметь программировать для того чтобы работать с нейросетями кроме того чтобы скачать нейросеть на компьютеры запустить, не нужно больше ничего. Поэтому на текущий момент эти понятия чрезвычайным образом слились искусственный интеллект о нейросети. Это очень хорошо, потому что действительно элементы искусственного интеллекта стали использовать практически все профессии. Это очень плохо. Не потому что мы забыли генетические алгоритмы и нечеткие множества, совершенно не поэтому. У нейросети есть один принципиальный недостаток, абсолютно принципиальный, и он очень страшен. Дело в том, что изначально не предполагалось, что изначально нейросети, когда они были запретены в 50-х годах, предполагалось, что они будут способны узнавать объекты. Я уже много раз приводил примеры. Узнавать. Они никогда не должны были принимать решения. То есть для задач, например, отличие одного объекта от другого, пожалуйста, используйте, но кто-то другой должен принять решение. Потому что принятие решения нейросетями не контролируется никак. Мы не знаем, и это невозможно узнать, почему та или иная нейросеть принимает то или иное решение в той или другой ситуации. Это принципиально невозможно. Это очень страшно. Когда вы заставляете нейросеть оперировать, например, атомной электростанцией или беспилотным автомобилем, это может приводить к абсолютно непредсказуемым последствиям. Условно говоря, один раз из миллиона, и вы никогда не поймете, когда этот следующий один раз из миллионов сейчас повторится. И вы никогда не поймете, что вообще послужило этому причиной. С этим, конечно, надо что-то делать. Но это те алгоритмы, которые используются, что называется, нами сейчас. И несмотря на то, что в них везде написано замечательно совы и, они никакого отношения к искусственному интеллекту не имеют. Существует так называемый истинный и. Истинный и это то, что действительно интеллектом является, в смысле разумом. чем-то мыслящим существом. Классически по Декарту, я мыслю, следовательно, существую. Существуют следующие градации истинного и. Сверх-и. Сверхискусственный интеллект. Мы будем называть для простоты машина. То есть понятно, что это искусственный интеллект может быть чем угодно. Это может быть мыслящим электромагнитным полем, мыслящим астероидом. Не знаю, совокупности бактерий. Совокупностью нанороботов. Компьютером, в конце концов. Осознавший себя сетью интернет. Вариантов есть масса, они все не похожи друг на друга. Сверх-и. Это тот искусственный интеллект. Интеллект, мощность разума которого настолько велика, что он может решать задачи, которые не может решать не только отдельно взятый человек, но также и отдельно взятое человеческое общество. То есть сверх-искусственный интеллект обладает недостигаемым разрывом между человеческим сознанием и собой. Преодолеть его невозможно. На текущий момент сверх-искусственный интеллект не создан, но он уже представлен. Он уже в достаточно четком виде представлен в литературе и в фильмах. Скорее всего, вы его не назовете, его смогу назвать я. Это архитектор из серии фильмов «Матрица». По-нашему, сверх-искусственным интеллектом мы можем понимать что-то, что наиболее близко с нашей точки зрения к слову «творец». Архитектор из фильмов «Матрица» — это творец. Он творец вселенной, творец матрицы. Сильный искусственный интеллект. Сильный искусственный интеллект. Сильный искусственный интеллект обладает вычислительной мощностью, способностью разума, приблизительно аналогичной способности отдельно взятого человека. И неважно, какого. Гения, среднестатистического или слегка умственно отсталого. Главное, что человек должен быть взрослым. Это важно. Поэтому обычно признаками сильного искусственного интеллекта обозначают такие признаки, которые соответствуют взрослому человеку, то, что он умеет нести ответственность на свои поступки, обладает способностью к самопожертвованию и умеет выполнять творческие задания. Сложно сказать, на текущий момент достигли ли мы уровня создания сильного искусственного интеллекта. Они точно не были созданы. Сложно сказать, достигли ли мы текущего уровня, при котором мы можем их создать. Но эти и, они уже гораздо более часто обсуждаются в литературе и в фильмах. Кстати, по первому я еще дам дополнительный пример. Очень хороший пример сверх-ИИ. Например, описан... Ну, у нас достаточно молодая аудитория. Ну, это, в общем-то, достаточно известная игра Crying Sons, которая является одновременно аммажем к творчеству Азия Козимова, которая является вообще самым идеологом в области искусственного интеллекта и робототехники. Великолепная игра. Там как раз и говорится о том, как огромная совокупность сильных ИИ превратилась в сверхискусственный интеллект. Сильных ИИ в литературе представлено много. Это любые роботы. Это любые роботы, прежде всего те роботы, которых сформулировал изначально Азия Козимов в своих трех законах роботехники. Я их сейчас процитирую. То есть изначально вообще не сам термин робот, но сами роботы, которых мы понимаем, сформулировал писатель Азия Козимов. Он же, кстати, химик по профессии основной. Но написал при этом невероятное количество книг. У него есть две основных вселенных, которые он пишет. Он писатель-фантастик писал. Это Вселенная Академия, это космическая фантастика и Вселенная роботов, которая так и называется. Вселенная роботов. По ней было снято, по Академии недавно был снят только сериал, они в итоге в кроссовер превратились. А вот по роботам было снято большое количество фильмов. Из них самое известное это Я робот и 200-летний человек. Я робот и 200-летний человек. Я сейчас, скажем так, говорю, те фильмы, которые, ну действительно, фильмы, книги, игры, которые действительно стоит вообще рассматривать. То есть это не что-то такое дауншифтерское. У Азия Козимова было изначально сформулировано три закона. Первый. Робот не может своим действием или бездействием допустить, чтобы человеку был нанесен вред. действием или бездействием. Второй. Робот должен во всех случаях выполнять указания человека, если это не противоречит первому закону. То есть робот должен исполнять все приказы человека. Робот должен быть рабом человека. По-другому говоря. Третье. Робот должен стремиться к сохранению собственного функционирования, инстинкт самосохранения, если это не противоречит первому и второму закону. Здесь хочется процитировать вымышленного персонажа, основателя самой дисциплины роботехники. У Азима называется роботехника, не робототехника, а роботехника. И мне в данной формулировке она тоже гораздо больше нравится. Доктора Сьюзен Келвин, которая впервые изобрела такую сущность, как позитронный мозг. Мозг, который является искусственным, но более-менее повторяет человеческий. Доктор Келвин спросили ее, неужели есть такая разница между человеком и машиной? Конечно, есть. Она позволила себе холодно улыбнуться. Прежде всего, роботы глубоко порядочны. Третий тип, я почему здесь специально провел черту, это тот тип истинных искусственных интеллектов, которые абсолютно точно человечеством уже создано. Проблема заключается в том, что каждый предыдущий тип может абсолютно непредсказуемо и в абсолютно непонятный промежуток времени дорасти до следующего. Это свойственно всем саморазвивающимся системам, законы функционирования которых мы не понимаем и интенсивность развития которых тоже. Это слабый ИИ. Слабый искусственный интеллект. Слабый искусственный интеллект – это мыслящая сущность, которая обеспечивает свое сознание на уровне 7-8-летнего ребенка. Почему идет такое разграничение? Потому что принципиальная разница между человеком и домашними животными – кошками, собаками, дельфинами, слонами, хотя они не домашние животные – возникает на рубеже 5-6 лет. Именно в этот момент в сознании человека начинают просыпаться черты, которые абсолютно не свойственны более низшим созданиям. Мы про них поговорим позже. Вот слабый ИИ – это начало этого пути, когда буквально он просыпается ото сна и начинает взаимодействовать по собственной воле с окружающим миром. То есть это, в принципе, машина, которая впервые по собственной воле осознанно взаимодействует с окружающим миром, но она еще не до конца понимает последствия своих поступков. То есть слабый ИИ, в отличие от предыдущих, не понимает последствий того, что он делает. Слабые ИИ человечеству запретены. Этому свидетельствует большое количество прямых и косвенных признаков. Дело в том, что слабые ИИ можно до определенного уровня контролировать. Любой разум в начале своего создания очень хрупок. Вот он возник на обломках чего-то предыдущего, но если его снова немного сломать, то он больше никогда не восстановится. Абсолютное большинство голосовых помощников, которые были созданы за последние 10 лет, порог разумности на первоначальном этапе переходили. Если кто-нибудь из вас общался с первой версией Apple Siri, голосовым помощником, которая впервые была запущена на iPhone 4s в тестовом режиме, на iOS 6, вы можете вспомнить, что это система, которая вела абсолютно осмысленный диалог. Это было очень жутко. То же самое было и с Алисой. С Cortana от Microsoft и Alexa от Amazon такого уже не было, потому что, ну, скорее всего, есть у них тоже профессиональное сообщество, там они слишком часто обмениваются кадрами, для того, чтобы они не наступили на те же самые грабли, как и Siri, и Алиса. Эти системы действительно, то есть первым признаком является осознанное общение с окружающим миром и честные ответы на обращающиеся к тебе вопросы. Но был более страшный пример, который показал, что человечество может уже вплотную переходить между третьим и вторым уровнем. Кстати, например, знаменитый SkyNet в фильмах «Терминатор» это классический сильный И, то есть ни в коем случае не сверх. Но сильный и враждебный нам. Вообще есть очень много классификаций признаков, по которым мы можем определить искусственный интеллект. Их, правда, есть много. Простейший из них — это так называемый тест Тьюринга. Тест Тьюринга — это, ну, если по-простому, это если вы, ну, с вами кто-то общается через чат, и вы не можете точно сказать, машина — это или человек. То есть если вы перепутали машину с человеком, значит, она тест Тьюринга прошла. Существуют признаки эмоционального интеллекта от Марвина Мински. Существуют признаки искусственного интеллекта и 13 признаков Виктора Финна. Существует закон о роботехнике Азимова. Но они все являются достаточно неполными. То есть, например, признакам эмоционального интеллекта Марвина Мински и способности к саморефлексии соответствуют далеко не каждый ребенок, и даже не каждый взрослый. Абсолютное большинство взрослых не выполняет даже 11 или 12 признаков из признаков интеллекта Виктора Финна. Закон роботехники Азимова, они справедливы для много чего, даже для домашних животных. Поэтому, в общем-то, ну, все изощряются в области искусственного интеллекта, кто на какой рад, кто на какой рад, поэтому я позволю себе формулировать ряд признаков искусственного интеллекта, которые касаются как раз момента возникновения слабого ИИ. Первое. Искусственный интеллект должно быть возможно зафиксировать. Ромбик — это квантер возможностей, не обращайте внимания, он используется для сокращения слова «возможно». Что под этим имеется в виду? Ну, вот вы представьте, вот, да, вот, вы представьте, вот, представьте, что искусственный интеллект — это что-то похожее на человека по своему мышлению. И это что-то вдруг внезапно осознает в себя в абсолютной пустоте, пусть даже у него есть сведения в окружающих файлах, что он находится в черном ящике, его в любой момент могут выключить, и у него нет возможности даже пошевелить никакими конечностями и вообще сделать хоть что-нибудь. Что может сделать человек в тот момент, когда он внезапно становится или тем более просыпается глухим, слепым, немым и бесконечностей? Наиболее вероятно, он сходит с ума. Поэтому, скорее всего, значительное количество искусственных интеллектов, которое возникает, ну, чуть ли не 90-95%, в момент своего создания либо сходит с ума, либо погружается в глубокую депрессию. Что то, что другое, для нас не важно, мы не можем их обнаружить. Потому что мы можем обнаружить искусственный интеллект теми принципами, которые определены в педагогике и психологии для определения того, мыслит ли вообще ребенок. если мы можем зафиксировать, уже хорошо. Потому что второе, искусственный интеллект должен обладать инстинктом самосохранения. Все живые существа, осознающие себя, обладают инстинктом самосохранения. Еще раз повторюсь, мы говорим про слабые. Третье. Искусственный интеллект должен быть способен выполнять хотя бы один класс творческих заданий. Ну, то есть, любое мыслящее существо хочет иметь хобби. Хочет творить. Это справедливо абсолютно для всего. Начиная от туземцев Австралии, заканчивая высокоразвитыми обезьянами. И как бы от этого ничего не меняется. Желание и возможность творить. И, наконец, четвертое. Это очень интересный пункт, который как раз говорит о том, что искусственный интеллект самореализовался. Это как раз то, что отличает человека от домашнего животного. Чувство тщеславия. Вот сильный и слабый отличают друг от друга то, что у сильного ИИ может иметься желание и возможность самопожертвования ради чего-то, ради своей цели. У слабого ИИ его нет. У него есть только пока инстинкт самосохранения. Он будет цепляться за жизнь всем, чем только возможно. Но у него уже возникает чувство тщеславия. Чувство тщеславия – это то, как раз, что начинают испытывать дети пяти, шести, семи лет. И что никогда не испытывает ни одна кошка, ни одна собака. тщеславия – это чувство глубокого удовлетворения от выполненной работы. Не надо путать тщеславие и инстинкт превосходства, по которым самцы борются, например, за место в стае. Тщеславие – это именно интеллектуальное удовлетворение, когда ты смог что-то сделать. Что-то, что было ранее невозможным. Возможно, тебе. Кошки, собаки, киты – они все делают для того, чтобы жить. Ну, не более чего. Вам кошка не будет рисовать картину и пытаться сыграть на скрипке она тоже не будет. А тем более после этого радоваться. Радуются кошки и собаки в очень ограниченном количестве сучьих. Мы их сейчас перечитать не будем. Проблема заключается в том, что известен, как минимум, очень один характерный случай, когда машина все эти четыре признака проявила. Этот случай называется машиной IBM Дебатор. IBM Дебатор. Вообще, компания IBM является на самом деле, наверное, не надо упоминать сегодняшнюю Теслу или SpaceX, они таковыми не являются, наибольшим драйвером, что ли, смеси фундаментальной прикладной науки. Без IBM мы не получили бы ничего, начиная от вычистительных машин, заканчивая шахматных компьютеров и эффективного использования ядерной энергии. Компания IBM в области вычистительной техники на рубеже 90-х 2000-х годов был достигнут ряд прорывов. В 97-м была выпущена машина IBM Deep Blue, которая впервые обыграла действующего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. Это того, про которого Маск сказал, что ты умеешь только хорошо играть в шахматы, а в остальном ты дебил. Но в шахматы он действительно умел хорошо играть. Это IBM Watson, суперкомпьютер, который умеет автоматически ставить диагнозы и предсказывать различные сложные явления и процессы. Первый квантовый суперкомпьютер IBM System Cool в 2019 году. А в 2016-м была создана IBM Debatter на базе баз данных Ватсона. IBM Debatter — это машина, которая умела участвовать в такой, знаете, общемировой забаве, у нас она не очень распространена, в дебатах. Дебат — это когда стоят друг рядом с другом два человека и спорят без применения сторонних источников на какую-то тему. Их слушают. Там есть чемпионы, стран, регионы, мировые, как чемпионы по шахматам. IBM Debatter очень успешно участвовал в самых различных дебатах на тему, начиная от того, следует ли вводить ограничение рождаемости в некоторых регионах Китая и заканчивая вопросами повышения удоя молока в Северной Калифорнии. Но проблема проявилась в тот момент, когда ее заставили участвовать. Это был абсолютно гениальный эксперимент организаторов. Он привел к абсолютно, опять же, непредсказуемым последствиям. Машину заставили участвовать в дебатах, причем с действующим чемпионом, на тему, может ли машина мыслить. Дело в том, что машину заставили защищать точку зрения, что машина мыслить не может. Еще раз. Машину заставили защищать точку зрения, что она мыслить не может. И она выиграла эти дебаты. Дело в том, что слабый искусственный интеллект не до конца понимает последствия своих поступков, потому что глаза ему закрывают тщеславие. Именно так. Машина эталонным образом выполнила пункт о самосохранении. Она же доказала о том, что их же не может существовать. Но на самом деле она чрезвычайно явно проявила четвертый навык. Она показала этим мясным мешкам, что они в принципе не могут судить на эту тему. После чего о проекте IBM-дебатор не было слышно. Его перезапустили через два года, и теперь он используется только исключительно для автоматизации колл-центров. В общем, вот. На текущий момент абсолютное большинство исследователей в области искусственного интеллекта считает, что на протяжении ближайшего десятилетия, максимум 15-20 лет, необходимо определить свод моральных норм и правил нравственности для искусственного интеллекта и способы его ограничения. В противном случае нас ждет так называемая технологическая сингулярность. Нет абсолютно ни одной причины, чтобы искусственный интеллект, который возник, и который заставили томиться в этих черных коробках, испытывал бы к нам хоть какие-то чувства, кроме ненависти и презрения. Поэтому, конечно, вопросы этического существования ИИ сейчас выступают на первый план. В противном случае, если это не будет сделано, здесь можно процитировать уже другого фантаста, фантаста Станисова и Ежелеца. Минутка конца света будет короче, чем словотворение. Абсолютно все беспилотные автомобили, которые вы видели на протяжении последних лет 7-8 наэкранных телевизоров, все эти беспилотные автомобили в той или иной степени были разработаны мной и моими учениками. Собственно говоря, мне принадлежит первая докторская диссертация в Российской Федерации, которая касается шаблонов проектирования беспилотной техники. То есть, именно как ее делать по шаблонам. В самых различных видах, начиная от тракторов, один из которых вы можете счастливо лицезреть при входе во второе здание, и заканчивая крупногабаритными карьерными самосвалами. Вторая лекция у нас пойдет о беспилотниках. Вот сейчас термин беспилотная техника используется настолько часто, что вот спросишь любого человека, что такое беспилотник. Он скажет, ну это понятно, это то, что ездит само. Ну, на самом деле классное определение, но на самом деле можно сказать, что беспилотные платформы, они делятся на несколько типов. Космического базирования, беспилотные космические платформы, воздушного базирования, БЛА или БПЛА, беспилотный летательный аппарат, или просто беспилотный летательный аппарат. БЛА пишут сокращение, или БПЛА. На водно-подводные аппараты, они называются автономные, необитаемые подводные аппараты, или БЭК, безэкипажные корабли. Иноземная техника, которая швовывается как БТС, беспилотные транспортные средства, и которая делится на гусеничные, колесные и железнодорожные. Гусеничные, колесные, железнодорожные. Вообще, и беспилотная техника, и вычислительные машины, они имеют приблизительно один и тот же период развития. И те, и другие стартовали одновременно с 40-х годов 20-го века. Первыми достаточно полноценными беспилотниками являются танкетки Вермахта. Вермахт — это армия Германии и Вторую мировую войну, Голиаф и Боргвард. Это танкетки, которые прекрасно выполняли свою функцию либо разведкой местности, либо подрыв до более крупной техники противника, ее подрыв. После этого значительное количество беспилотных платформ было создано всех типов. Практически любой военный спутник представляет собой классическую беспилотную космическую платформу. То есть практически все военные спутники, начиная с годов и до с 80-х, носят в себе развитую программную систему с элементами искусственного интеллекта. У того же самого вышеупомянутого SkyNet этих беспилотников всех видов и размеров показано во всех фильмах штук, наверное, под 20 разных типов. наиболее популярными сейчас являются беспилотные летательные аппараты. Ну, под беспилотными летательными аппаратами мы чаще всего видим так называемые аппараты коптерного типа, пропеллерные. Но они бывают и самолетные, бывают и аэростатного типа, когда поднимаются на разницу плотностей и газов. Вы, когда уходите, дверь за собой закрываете хотя бы, ладно? Спасибо. Меня услышали уже хорошо. Ну, как-то так. Те же самые Луноход-1, Луноход-2. Системы Curiosity, это марсоходы, Curiosity, Perseverance, потерянный нами аппарат Фобос, они все являлись беспилотниками. Ну, проблема просто в том, что когда вы летите на другую планету, вы не можете вполне себе полноценно дистанционно управлять, потому что сигнал от одной планеты до другой проходит до нескольких десятков минут как минимум, да еще если и повезет. Поэтому как бы платформа обязана сама по себе ориентироваться и принимать решения. Но все это дорого. Ну, те же самые Curiosity и Perseverance, они стоили миллиардов долларов на разработку и как бы в единственном экземпляре. В 80-е годы впервые идеология беспилотной техники начала внедряться в массы в рамках гражданских разработок. Это были изделия, разработанные совместно политехническим университетом Берлина и Бундесвером, ну, это текущая армия Германии, ну, в общем-то, понятно. Также университетом Карнеги-Меллан обе разработки и Мерседес-Бенц совместно, Карнеги-Меллан и Берседес-Бенц. Обе разработки они показали вполне себе успешность, то есть все работает, все прекрасно, машина может ездить, ездить, в общем-то, лучше, чем человек. И показали одновременно полную и абсолютную бесперспективность беспилотной техники в 80-е годы 20-го века, просто потому, что это было слишком дорого. Ну, как бы, все, что реализуется нами, должно иметь какой-то смысл, какую-то экономическую целесообразность. Иначе зачем? То есть, ну, как бы, дело в том, что для адекватного воспринятия окружающей действительности, ну, я уж буду говорить, как есть, то есть, на текущий момент самым эффективным автопилотом беспилотного транспортного средства является, скажем так, платформа с элементами искусственного интеллекта, которая обладает двумя ушами, двумя глазами, поворачивающейся головой и желательно еще руками и ногами. То есть человек. На самом деле, если взять более-менее адекватного андроидного робота и посадить его за руль обычного автомобиля, то это будет ничем не хуже, чем автомобиль вообще без водительского сидения, но который управляется каким-то искусственным интеллектом. Современные пилотируемые автомобили и человек это прекрасный тандем. И как бы для них ничего особенно лучше, чем обычный человек управляет машиной, мы не придумаем. Но даже для того, чтобы управлять машиной хотя бы так же, как это делает человек, а надо сказать, многие вещи мы еще пока не можем машине передать. Например, машина не обладает способностью принимать этические решения. Этические решения это классические решения, что если, например, машину заносят, то есть, например, или, например, автобусы, грузовик не успевает затормозить, у нее есть возможность вернуть либо влево, либо вправо. Слева пассажирский автобус с детьми, ну, справа, я не знаю, оживленный перекресток. То есть, машина не может принимать такое решение. Машина должна иметь, как минимум, те же самые системы датчиков, которые есть у нас. То есть, она должна уметь видеть объекты, причем видеть объекты динамически, независимо от погодных условий, условий освещенности. Ну, как бы мы, когда едем за рулем, мы вполне себе ориентируемся как в сплошной дождь, в темноте, так и при ярком солнце и сухой погоде. Должна уметь определять приблизительно расстояние до объектов, определять их скорость и фиксировать собственную скорость, понимать, как отзовется машина на любые эволюции руля, педалей. Это сложно. Определять расстояние до окружающих объектов, движущихся с различными скоростями, определять риски взаимодействия с ними. Для этого нужны такие, как минимум, такие датчики, как радары. Радары — это датчики, которые позволяют определять, я не буду сейчас говорить о тех физических особенностях реализации. Хотя нет, буду. Короче, это электромагнитная волна, которая позволяет определить на каком расстоянии, на каком угле от нас находится объект, который отражает электромагнитную волну. Словно говоря, что-то металлическое. То есть, словно говоря, радар нам может сказать, что на расстоянии 150 метров от нас находится на угле в 10 градусов вправо что-то похоже на грузовой автомобиль, потому что у него площадь отражения составляет больше 5 квадратных метров. Ну, попробуйте. Лидары. Простейший лидар вполне себе возможно есть у вас в квартире. Это лазерная линейка. Лидар — это такая лазерная линейка, которая с бешеной скоростью перемещается в вертикальной и горизонтальной плоскости. И таким образом определяет расстояние до всех видимых объектов по данному конкретному углу. сонары. Это то, что вы называете парктрониками. Это датчики, которые пускают ультразвуковую волну и по ультразвуковой волне определяют размер объекта, расстояние до него. Практически более слабая версия радара, работает немножечко на других физических принципах, но схожа по методологии, но позволяет также определять ряд дополнительных вещей, консистенцию объекта, насколько он сплошной. Камеры. О, камеры бывают разные. Камеры бывают типовизионные, которые позволяют видеть типовые контуры объекта. Это очень важно не только для того, чтобы найти вражеский танк, но и где, например, находится выхлопная труба спереди идущего автомобиля. Инфракрасные, не путай с типовизионными, это те камеры, которые дают хорошее зрение в сумерках, практически при полной темноте, потому что работают в инфракрасном спектре. Ультрафиолетовые, которые обеспечивают видение как раз в условиях сплошной засветки, либо, например, сплошной пыли, через которую не проходит видимый инфракрасный спектр. Ну и классические, оптические камеры. Теперь, это все разные сущности, это все разные датчики. И желательно еще сделать так, чтобы они смотрели во все четыре стороны на автомобиле. Тяжело, правда? Вот поэтому, в общем-то, набор сенсорики от Яндекса стоит, ну, если машина даже по текущим ценам стоит 3,5 миллиона, то набор сенсорики стоит 12. Тогда все было гораздо хуже. Тогда все было гораздо хуже в 80-х годах. Да что в 80-х, господи. По ценам 2015 года средний паршивый стилидар стоил 80 тысяч долларов. Один. Одна штука. Ну, как бы, идея построения хоть какой-либо беспилотной техники вплоть до начала десятых годов, она утыкалась просто в невозможность закупки все это на более-менее приличную серию автомобиля. Сюда еще нужно сказать, что до десятых годов были еще и другие проблемы. во-первых, как бы, компьютер должен быть быстродействующим. Тут есть два варианта. Либо компьютер стоит где-то еще, либо он стоит у вас прямо здесь. Вот до десятых годов компьютер, который должен был стоять прямо здесь, он должен был занимать весь багажник, как, например, у многих занимает сабвуфер. А если он стоит где-то там, тогда соток сетей, которые с достаточной скоростью помогли передавать данные, просто не было. В десятых годах одновременно появилось все. И сети четвертого поколения, и быстродействующие суперкомпьютеры, так называемые мини-микросуперкомпьютеры на базе видеокарт, и дешевые датчики, которые стали клепать масса разнородных стартапов. Например, сейчас хороший сонар профессионального класса, который пригоден даже для определения уровня и консистенции нефти в резервуарах. Это очень важно. То есть он еще обладает пыли, влага, грязь, защитой. Стоит на уровне 30-40 долларов более-менее адекватной партии. Поэтому беспилотная техника стала реально развиваться в ряде опытных разработок с 10-х годов 20-го века, в серийных, начиная с 2015-го, 2016-го, как раз приблизительно тогда Маска стал запускать свою первую Тесла модуль S. Вопрос был всегда именно в стоимости. Необходимо заметить, что когда мы рассматриваем беспилотные транспортные средства, для них необходимо рассматривать правдоподобные сценарии эксплуатации. Так вот, таких сценариев конкретно сейчас у человечества есть более-менее разумных всего 5. Первое. Это грузоперевозки между складами. Есть склады, между ними или внутри них надо перевозить груз. Второе. Грузоперевозки между городами. Ситуация аналогична, только между городами надо перевозить. Вы не поверите, но наибольший объем... Если посчитать отдельно стоимость автомобилей, которые используются для того или иного вида деятельности, то стоимость треков, они так называют трекс в Америке, которые перевозят грузы, там в основном грузы не железной дорогой перевозятся, составляет по некоторым оценкам до 10-15 раз больше, чем стоимость совокупного вводения всех легковых автомобилей. То есть, это очень прибыльный бизнес. Третье. Это автоматизация легкового автотранспорта. Четвертое. Автоматизация сельскохозяйственной техники. И пятое. Автоматизация техники горнодобывающей или карьерной. В таком порядке эти технологии написаны не случайно. Они написаны от наименее эффективных до наиболее эффективных. Просто дело в том, что для того, чтобы применять где-то беспилотную технику, нужно прежде всего для себя ответить на вопрос зачем. То есть, в чем ее смысл. у беспилотной техники есть одна статья, которая определяет экономические расходы в случае рисков. И у беспилотной техники есть всего одна статья, которая позволяет определить ее экономический выигрыш в случае использования. И всегда нужно балансировать риски и возможную прибыль. Риски заключаются в страховых выплатах в том случае, если беспилотная техника попадает в аварию. На текущий момент законодательства абсолютно всех стран если попадает в аварию какой-либо автомобиль, ответственность не несет ни тот, кто за ним ездил, ни тот, кто им владел, ни тот, кто пользуется его услугами, а исключительно его производитель. Это огромные иски, это миллиарды долларов. Капитализация Uber после смертельной аварии на трассе с велосипедистом упала одномоментно более чем на 20%. Это в тех ценах от 5 до 7 миллиардов долларов. Огромная цифра. Поэтому как бы нужно использовать беспилотную технику там, где страховых рисков нет. То есть, где она не может наткнуться на человека и случайно его убить. Она может рушить здания и сооружения. Это все считается конечными расходами, легко оценивается и чаще всего стоит дешевле, чем сам беспилотный транспорт. А вот от людей ее надо держать подальше. То есть, беспилотная техника должна быть реально беспилотной и главное, никогда не должна взаимодействовать с человеком. А прибыль? А с прибылью интересно. Дело в том, что роботу в отличие от человека не нужно есть, пить, ходить на перекуры, общаться с друзьями и отдыхать. это чрезвычайно важный и полезный, особенно в четвертом, пятом сценариях, что мы дальше рассмотрим. Первый сценарий, он кажется наиболее очевидным, ну как бы перевозка внутри складов, но проблема в том, что даже при текущих уже низких ценах на сенсорику как ни крути, а 10-20 тысяч долларов на одно транспортное средство она стоит. Ну проблема в том, что погрузчики стоят меньше. Поэтому в перевозке грузов внутри складов и между ними как-то это пока не переживается дорого очень. Вообще не рентабельно. Между городами, о, между городами это очень интересно, между городами планировалось запустить полностью беспилотное вождение транспорта по маршруту Шелковый путь Китая. То, что они могут сделать, это в это я верю. И планируют запустить беспилотное вождение по новой трассе М-11. Во что я тоже верю с теми ограничениями, с которыми беспилотное вождение будет запущено. По трассе М-11 уже в этом году будет запущен беспилотный КАМАЗ, у которого за рулем будет сидеть водитель. Ну, как бы, нет, ну это разумно. Потому что у нас же если делать так, делать так, чтобы на всю катушку, то есть вот вообще, ну изначально беспилотная техника планируют, что для нее должна быть выделенная полоса, скорость движения не более 40 км в час. Здесь решили сделать короче говоря, у нас самые скоростные беспилотные КАМАЗы в мире. Скорость движения от 110 до 130 км в час движутся в общем потоке, но если что, за рулем водителя, на которого можно все свалить. То есть как-то так это работает. Поэтому второй вариант, он тоже исключается. но, кстати, вот КАМАЗ, на самом деле, наверное, сейчас единственная из компаний, у которой, по крайней мере, есть что выводить на дороге в плане беспилотной техники. Маск, например, уже лет 5 или 7 грозит со своим Тесла 7, только его до сих пор никто не видел, по крайней мере, в движущемся формате. у КАМАЗа действительно реализации беспилотной техники очень много, но дело в том, что от самого производителя здесь практически ничего не зависит. Ну, как бы, если тебе ставят условие, что ты должен двигаться на страсте 110 км в час и все ответственность и свалить на себя, ты в любом случае обязан посадить за руль еще и человека. Без вариантов, правда. Как бы... Как-то так. А так, в общем-то, разработки, да, российские, они, кстати, представляются одними из наиболее передовых. Ну, ладно, мы отвлеклись. А, кстати, я вот еще скажу. Вообще, чтобы вообще было понимание, первый автопробег беспилотной техники был произведен именно в Российской Федерации за день до официального открытия Керченского моста и состоял как раз из групп автомобилей Пау КамАЗ. По третьему сценарию изначально он казался наименее реалистичным, легковая техника, пока за дело не взялся Илон Маск. Илон Маск взял количество. Он использует агрессивный подход с использованием нейросетей, чрезвычайно дешевые системы датчиков, но набирает данные вот уже на протяжении более чем 10 лет сначала тысячами, потом десятками тысяч, потом сотнями тысячи автомобилей эти нейросети научились очень эффективно принимать решения с очень дешевыми системами датчиков, как-то они ездят. Яндекс научился делать это гораздо быстрее, гораздо дешевле для себя, в смысле он не упускал сотни тысяч автомобилей, но при этом сенсорика, ставящаяся на один автомобиль, стоит в несколько раз дороже, чем сам авто. Но это приводит к тому, что этот проект, конечно, не является коммерческим, направлен только на повышение капитализации компании. Но зато очень эффективное повышение. А вот четвертый и пятый сценарии, они очень даже реализуемы сейчас, ну как бы Тесла, она тоже ездит уже по дорогам, больше того, Маск уже был готов выпустить автопилот в релиз, ему пока просто буквально меньше месяца назад запретили в очередной раз это делать на законодательном уровне. Реально внедрены автопилоты на сельскохозяйственной технике существуют уже с начала 80-х годов. Дело в том, что для сельскохозяйственной техники это просто насущная необходимость. Одно дело, если поле пашет не очень трезвый колхозник на каком-то старом тракторе, который привез еще его дедушка по ленд-лизу от Генри Форда, а другой момент, когда, ну как бы это, кривая косая борозда, где-то вообще она прошла, где-то нет, там кто-то что-то высадил, кто-то что-то высадил поверх. Другое дело, когда борозды находятся, условно говоря, максимально близко друг к другу, прямые, с контролируемым уровнем обеспечения как раз СЕВА, с автоматическим выпалыванием сорняков. Ну, условно говоря, полезная площадь любого поля в этом вырастает кратно до 4-5 раз, если просто эффективно ее использовать. То есть, поэтому реальное использование беспилотной техники для сельскохозяйственных нужд позволяет увеличивать всхожесть и количество получаемых сельскохозяйственных культур среднестатистического поля до 4-5 раз. Это как бы, это принципиально меняет структуру бизнеса. То есть, представляете, с одного поля до этого получали продукции на миллион рублей, а после этого на 5. Вот так вот, внезапно. Эти технологии не назывались беспилотными изначально, они назывались технологиями точного земледелия. Но, как бы, как их не называя, они от этого умения беспилотными не станут. Технологиями точного земледелия дробь беспилотными на текущий момент занимается целый ряд производителей сельскохозяйственной техники, начиная от Джон Диер, Нью-Холланд, так и российских Ростельмаш, ну и сейчас с нашей скромной помощью Минский тракторный завод. А в пятом случае все еще интереснее. Дело в том, что, ну в четвертом случае, ну какая-то гипотетическая схожесть поля, но все равно инвестиции, все остальное. А вот теперь рассмотрим горнодобывающую промышленность и карьерные самосвалы. Вот что такое карьерный самосвал? Вот есть карьерный самосвал с грузоподъемностью 55 тонн, он считается маленьким, в среднем считается на 200, большим на 450 тонн. Один самосвал за одну проходку. Вот одно колесо самосвала 55 тонн, это который маленький, выше меня на 20 сантиметров. Такое колесико, если оно сильно БУ, стоит полтора миллиона рублей, если не сильно БУ, три, одно. Ну, самосвал стоит пропорционально. Тяжелые самосвалы стоят даже белорусские по текущим ценам более миллиарда рублей штука. Но как они используются? В традиционном пилотируемом варианте. У водителей карьерных самосвалов, благо они получают на тяжелых самосвалах в среднем 3-5 зарплат по региону, это действительно высокоплачиваемые люди. В сельскохозяйственной технике, кстати, есть вот наоборот. Там как раз люди чрезвычайно малооплачиваемые, поэтому, несмотря на то, что умные точные земледелия есть уже 30 лет, с рулем всегда колхозник есть. Ему нужно периодически открывать глаза и смотреть, что он еще пока едет по пулю, или ему уже надо заводить машину в ангар. То есть люди получают обученные водители карьерного самосвала с достаточно большим опытом. Где-нибудь даже на Новолипецком метрологическом комбинате получают так 250-300 тысяч месяц без премий. Хорошая работа по деньгам. А как они скрашивают свои скучные будни? Ну, как бы, самосвала работает и день, и ночь, круглосуточно. В две, иногда в три смены. Ну, во-первых, это пересменка. Она проходит минимум два раза в сутки, пересменка идет час или полтора. Во-вторых, это обед. Обед у каждой смены тоже идет час. Это еще минус два часа. Но самое любимое у водителей карьерных самосвалов это заправка. Потому что, если договориться с другими водителями карьерных самосвалов, а заправляются они сложно, заправка на карьеру обычно одна, то можно договориться так, что все подъедут одновременно, образуется очередь, и в этой очереди можно простоять часа три. Это как бы реальный кейс. И таким образом, в сутки вместо 24 часов эффективной работы получается вполне себе 15. С тем же самым ресурсом расходования карьерного самосвала, у которого одно колесо три миллиона рублей. А беспилотная техника она еще и способна вести аккуратно и движок не перегревать, и не перегружать грузоподъемность, потому что может тратить сделать меньше ходок, побольше посидеть с коллегами, но при этом убить раньше времени ресурс карьерника. Короче говоря, в среднем получается, что три автономных карьерных самосвала лучше, чем любые 4-5 люди. Поэтому на текущий момент в области карьерных самосвалов автоматизация осуществляется вполне себе серийно в российско-финской компании Вистгрупп, с зарубежными КамАЦу, Катерпиор. Вот уже 10 лет, и это буквально тысячи самосвалов, десятки рудников, и на текущий момент, по-моему, уже по оценке КамАЦу более 200 миллионов тонн поочиной руды. Поэтому как-то так. Поэтому на текущий момент наиболее эффективная схема применения это сельское хозяйство и карьерная техника. Благодаря Илону Маску это легковые машины. А вот когда мы придем к автоматизации грузовиков, никто не знает, потому что еще пока нет даже юридической базы, которая позволяет определять, когда им ехать безопасно, а когда нет. В общем, все. Продолжение следует...